Середина апреля. Вечереет. Дневной хор птиц утихает. И на смену ему за два часа до захода солнца начинает свою распевку птица, которая днем молчала. В своей треле она будет петь до первых звезд и повторит ранним утром. Это лучший певец апрельского леса, певчий дрозд. Прилетает он из теплых краев рана и начинает петь еще за месяц до возвращения соловья. Певческим даром природа наделила только самца. Его ритмичная громкая трель включает в себя разнообразные свистовые мелодии, которые звучат в произвольном порядке и без остановки повторяются несколько раз. И хотя стихия артиста раннее утро и вечер, иногда его можно услышать и днем. Строительным мастерством наделила природа самку. Начинает она строить жилище еще до того, как деревья оденутся листвой. Сначала вьет основу из прутика в виде глубокой чаши. Затем смесью глины, древесной трухи и слюны внутри штукатурит, в отличие от других дроздов. Для этого вращается на куче гнездового материала в разные стороны. Штукатурка выглажена с такой тщательностью, что иногда даже блестит. Зато снаружи гнездо похоже на кучку лесного мусора. Обнаружить его очень сложно. Такие постройки и на следующий год выглядят свежими. Их могут занимать другие птицы. Но сами дрозды для каждого выводка обязательно строят новое гнездо. Яйца необыкновенной бирюзовой раскраски откладываются на гулую штукатурку. Нередко в это время года еще бывают заморозки и часто срывается снежок. Насиживанием птенцов занимается только самка. Когда, возвратившись на родину, начинают петь соловьи, печи и дрозды смолкают. Потому что как раз к этому времени появляются птенцы, кормить которых в первые дни жизни приходится только самцу. Жизненное пространство дроздов – нижние этажи леса. Они ищут пищу преимущественно на земле и лишь изредка на ветках кустарников. Состав их меню зависит от текущего сезона. Ранее весной питаются в основном дождевыми червями. В начале лета переходят на гусениц, пауков и разнообразных насекомых. В середине лета в их рацион добавляются лесные ягоды. Самец и самка внешне не отличаются. И слетки уже через несколько дней после оставления гнезда неотличимы от родителей. Когда птенцам исполняется две недели, они покидают родительский дом. Этим птенцам осталось до вылета несколько часов. После вылета самец еще неделю их опекает. А самка в это время строит новое гнездо. С наступлением лета один за другим перестают пить соловьи. И на смену им опять вступают певчие дрозды. К этому времени первый выводок уже отправляется в самостоятельную жизнь. И родители находятся в ожидании второго, в котором всегда на два-три яйца меньше. Теперь концерты дроздов чаще звучат на рассвете. К сожалению, гнезда певчего дрозда часто разоряются хищниками. В этом гнезде исчезли недельные птенцы. Пеньки перьев и кровь говорят о том, что здесь побывал мелкий млекопитающий. Вероятно, лесная куница. А это гнездо, скорее всего, посетил какой-то пернатый хищник. После разорения гнезда дрозды строят другое и делают повторную кладку. В сентябре певчие дрозды собираются в стайки. И, находясь в густых лесах, линяют перед долгим перелетом теплые края. После листопада полетят они к зимовкам, на юг Западной Европы, чтобы будущей весной вернуться в те края, где когда-то родились. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok